В Мурманском морском рыбном порту сегодня разгружались сразу три судна, которые привезли Мойву. Весь груз замороженный, почти вся партия вагонами отправится в другие регионы России. Как идет Мойвина и Путина, сегодня узнал заместитель министра сельского хозяйства и глава Росрыболовства Илья Шестаков. Утром он побывал на борту судна «Янтарный». Из рыбного порта репортаж Сергея Юткова и Сергея Русюка. Сегодня с самого утра в рыбном порту шумно. Работают краны, выгружают коробки с рыбой из трюмов. Волнуются капитаны. Хочется выгрузить рыбу как можно быстрее и снова в море. Путина не ждет. «Янтарный» ловил Мойву в Баренцевом море в течение двух недель. Еще сутки занял переход в родной порт. Надо сказать, что это уже второй заход в Мурманске Янтарного. В этот раз он привез в своих трюмах 3,5 тысячи тонн мороженого Мойва. Погода, конечно, не баловала, а так, в принципе, нормально. То есть работали постоянно в полной нагрузке. Вся рыба очень хорошая, крупная. И чем дальше, тем крупнее. В начале марта уже подойдут партии рыбы с икрой. Потому и спешат рыбаки. Торопят докеров. Главный рыбак страны Илья Шестаков заехал в Мурманский порт всего на полчаса. На судне его угостили жареной Мойвой. Ни деликатес, конечно, ни Сёмга, ни палтус. Но все же Мойва занимает особое место на столах мурманчан. Хотя по цене скоро догонит деликатесы. На самом деле, почему она так дорого стоит, это понятно. Во-первых, ну и рыба достаточно вкусная. Во-вторых, конечно же, из-за роста курса доллара понятно, что наша рыба конкурирует на внутреннем рынке, конкурирует с экспортными поставками. Рыба на прилавках магазинов становится все дороже. Затраты рыбаков растут, торговцы увеличивают наценку. Росрыболовство в этот процесс вмешаться не может. Все-таки задача Росрыболовства – организовать промысел, сделать так, чтобы те водно-биологические ресурсы, которые есть у нас в море, они вылавливались и наиболее эффективно реализовывались. А вот создать условия, чтобы наши рыбаки везли как можно больше рыбы в родной порт власти, могут. Во-первых, рыбопромышленники-патриоты будут получать больше квот на рыбу. И кроме того, сейчас решается вопрос об объявлении амнистии десяткам судов, которые были построены на иностранных вертих и не могут заплатить таможни. В течение, сейчас идет как раз разговор года или двух, эти суда смогут осуществить растаможку, но растаможку под нулевую ставку, то есть они еще не будут платить. Но после этого мы вводим для них, для таких судов, ограничения, что те, кто не прошел растаможку, они не смогут больше ловить в экономической зоне Российской Федерации. Также в Росрыболовстве рассматривается проект доставки дальневосточной рыбы в центр России по северному морскому пути через Мурманский порт. Пока не решен вопрос, чем загружать сюда, в обратный путь. У мурманских рыбаков сейчас другие проблемы. Пароходов подошло много, нагрузка на порт большая, конечно, естественно, но, естественно, все медленнее идет. Уже через пару дней Янтарный надеется отправиться в новый рейс в Баренцево море. Мойвина и Путина вступают в самую активную фазу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова